Сейчас это самый любимый рецепт из свеклы, который я готовлю практически каждый день. Нам нужна уже отваренная или запеченная свекла. 3-4 штучки среднего размера будет вполне достаточно. Свеклу нам нужно измельчить на крупную терку. Если есть блендер или комбайн с насадкой в виде терки, будет намного быстрее. Но и с обычной теркой этот процесс занимает буквально пару минут. Вот сколько свеклы в итоге получилось. Теперь берем одну луковицу среднего размера. У меня лук белый, но можно взять тот, который сейчас есть у вас или тот, что больше всего нравится. Нарезаем его полукольцами. Не сильно тонко и не сильно толсто. Вот примерно так. Берем сковородку, наливаем немного растительного масла и выкладываем измельченный лук. Аккуратно распределяем по всей поверхности. И не накрывая крышкой, тушим на среднем огне пару минут, периодически перемешивая. Дальше берем яйца. Штучки 3. Я их уже заранее отварила и будем теперь их измельчать на небольшие кусочки. Конечно, лучше заранее подготовить все ингредиенты и тогда на приготовление этого рецепта у вас уйдут считанные минуты. А какая вкуснятина в итоге получится, вы даже не можете себе представить. Яйца готовы. Проверяем, как наш лук отлично зарумянился до золотистого цвета. Убираем его с огня и перекладываем в емкость со свеклой. Теперь огурчики. Берем 3 штучки, чуть больше среднего размера. У меня бочковые, с ними салатик получается вкуснее всего. Но можно взять и консервированные, тоже будет неплохо. Нарезаем на небольшие кусочки. Вот примерно так, как у меня. Отправляем измельченный огурец в салатник к овощам. И сюда же выкладываем яйца, которые мы уже измельчили. Вот так. Теперь самое главное, это соус. Можно добавить обычный йогурт 10% или сметану 20%, пару столовых ложек. А можно приготовить просто неимоверно вкусный соус. Для этого в высокий стакан для блендера выливаем растительное масло и добавляем в него молоко. Все пропорции я указала внизу под видео. У меня было оливковое масло, но можно использовать подсолнечное, кунжутное или сделать микс на свой вкус. Главное, чтобы оно было ароматным и свежим. Теперь погружным блендером все взбиваем до образования очень красивой густой массы. Молоко обязательно должно быть комнатной температуры. Взбиваем все на высокой скорости. Соус сразу же на глазах будет густеть. Мне очень нравится этот соус. Кстати, мы приготовили самый настоящий майонез, но только без яиц. Осталось добавить специи, соль, черный молотый перец и можно добавить еще горчицу, например, с целыми зернами. Хорошенько еще раз все взбиваем блендером и все готово. Очень нежный, плотный по консистенции и невероятно вкусный майонез без яиц готов. Рекомендую попробовать приготовить. Теперь осталось хорошенько размешать наш салатик, чтобы все ингредиенты пропитались соками друг друга. И осталась зелень. Я взяла укроп, пару веточек. Но можно взять и петрушку, и руколу, то, что больше любите. Измельчаем меленько и можно подавать. Этот салатик мне нравится тем, что его запросто можно подать и к обеду, и к ужину в качестве гарнира, и даже на праздничный стол. Для такой подачи я возьму обычные сухарики. Их можно сделать самим, а можно купить и готовые, кому как больше нравится. Выкладываем румяные сухарики по всему краю, так, чтобы наш салат получился внутри. Вот как-то так. Сверху салат посыпаем измельченной зеленью, довольно-таки обильно. И все готово. Посмотрите, как нарядно и очень аппетитно все получилось. На каждый день и для особых моментов это прекрасное сытное блюдо. Готовится очень быстро из доступных продуктов, так что очень рекомендую попробовать приготовить. И я уже с нетерпением жду вас в комментариях. Как вам такой быстрый салат и соус? Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!